А теперь к новостям спорта. В Армавире прошло первенство Краснодарского края по дзюдо среди девушек и юношей 2005-2006 годов рождения. В нем принимали участие спортсмены со всех районов Кубани. Боролись за победу и славянские дзюдоисты. 40 медалей, из них 25 за первое место. Таких результатов 12-летняя Анастасия Самойленко удалось достичь за 6 лет упорных тренировок. О каждой из многочисленных медалей у Насти свои воспоминания. К примеру, эту она получила за победу в краевых соревнованиях по самбо в Новороссийске. В этот день у ее папы был день рождения. И победу она посвятила ему. А недавно еще одна медаль пополнила копилку достижений славянской дзюдоистки. В первенстве края по дзюдо Настя заняла первое место. Это кадры с финального боя, в котором Настя делает победный бросок. Я выиграла три схватки и потом в финале выиграла четвертую схватку. Ну как бы было немного сложновато, но выиграла. За свою победу спортсменка благодарит тренера. Говорит, что это прежде всего его заслуга. Когда мы поехали на соревнования, я тоже сказал, что у нас у тебя будет пять финалов, которые нужно будет пройти, которые нужно будет отбороться. То есть каждая схватка, не в зависимости от того, какой у тебя будет соперник, это для тебя очень важный момент. Я доволен своей работой и еще больше доволен тем, что она трудолюбива, способна. На первенстве края по дзюдо наш район представляла еще одна спортсменка Ксения Дубленых. Правда, там она заняла третье место. Но это юную спортсменку не сильно расстраивает. Ведь впереди еще много соревнований, на которых она верит, что придет к победе. На сегодняшний день в федерации самбо и дзюдо обучаются около ста юных славянцев. С каждым годом эти ряды пополняются. И если раньше этим боевым искусством обучались ради самозащиты, то сегодня дзюдо и самбо – это престижные виды спорта, в которых можно достичь больших высот, так как это делают героини нашего сюжета. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».